Бегом на длинные дистанции Александр Улитин увлекся еще в младших классах. Чем старше становился, тем больше километров преодолевал. Но на профессиональном уровне выступать не стал. Выбрал профессию инженера-технолога. В забеге за сохранение чистых вод Байкала Александр участвует второй раз и вновь становится победителем. В этом году вообще трасса была тяжелее отдалась. То есть, ну из-за снега, наверное, скорее всего. И ощущения поэтому не приятные. Но все-таки приятные усталости есть. А с погодой повезло сегодня, ветра не было. Прямо в одну удовольствие. Соперники иркутянину достались именитый. Известный испанский бегун Сальвадор Кальдо прибежал вторым с отставанием почти на 15 минут от местного спортсмена. Хотя опыта не занимать. Иностранец бегал по великой китайской струне и даже на Северном полюсе. Третьим финишную черту пересек также испанец, известный журналист Антонио Хуан Аллегро. Четыре спортсмена не прошли дистанцию по разным причинам. В их числе знаменитый баварский экстремал. Сам в начале забега он подвернул ногу. В этом году на соревнования смогли приехать 80 спортсменов из 15 стран мира. И их не останавливает, что на байкальском марафоне нет так называемого призового фонда. Организаторы лишь принимают спортсменов на Иркутской земле. Тем не менее, поступило более 100 заявок на участие. И на этом регистрацию пришлось прекратить. Не хватает транспорта по высшей проходимости для сопровождения бегунов. «Новаторский продукт. 13 стран. Было 15. 15. Это самое международное мероприятие во всем мире. 24 самых впечатляющих забега планеты вошло. Известнейший автор, британец Ким МакКоннелл включил его в 2007. Не московский марафон мира, не омский, о, сибирский. Только наш». Марафон проводится уже в седьмой раз. С каждым годом всё шире становится его география. И всё больше знаменитых на весь мир любителей экстремального бега заявляют о желании бросить вызов Байкалу. Вадим Шевцов, Константин Циницын. Новости сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok